Стоит отметить, что наша страна уже сейчас в одностороннем порядке проводит гуманитарную операцию в Сирии. Помощь направляется главным образом в город Дейр-Эс-Зор, долгое время находящийся в осаде боевиков исламского государства, запрещенного в России. Это еще один пример успешного взаимодействия с военными Арабской Республики. Груз сбрасывают на российских десантных платформах, которые доставляют на сирийских самолетах. Готовы? Давай! Раз, два! Авиационный техник Рамес-Даюб уже пятый раз формирует гуманитарный груз для отправки в провинцию Дейр-Эс-Зор. От того, насколько правильно будут закреплены эти десантные платформы с коробками, объясняет Рамес, во многом зависит успех доставки. Это мой пошаговый план, как крепить и как сбрасывать эти платформы. Я его придерживаюсь, ведь из-за малейшей ошибки могут пострадать и самолет, и экипаж. Но сбоев ни разу не было, и каждый раз люди получали эту помощь. Уже несколько лет провинция Дейр-Эс-Зор блокирована боевиками, и только одноименный город и несколько районов вокруг него находятся под контролем правительственных войск, которые защищают оставшееся там мирное население. Из-за блокады, созданной террористами, эти территории практически потеряли связь с внешним миром. В Дейр-Эс-Зоре просто катастрофически не хватает продуктов, и люди голодают. Боевики даже пытались перекрыть подачу воды и электричества в этот населенный пункт. Доставить туда гуманитарную помощь можно только по воздуху. Других путей просто не существует. На этот раз в блокированный город отправляют только продукты. Два рейса по 30 тонн продовольствия в каждом. Эту гуманитарную помощь собрали Сирия и Россия. За один раз такой транспортный самолет, как Ил-76, может перевести четыре десантные платформы, каждая из которых весит порядка 7 тонн. Это российская часть гуманитарного груза. В этих коробках сухие пайки. Каждый такой рейс в провинцию Дейр-Эс-Зор, объясняет командир Ил-76, Насер Аль-Салех, требует от экипажа максимальной отдачи. Проблемы есть и на земле, и в воздухе. Поэтому во время полета этот сирийский транспортный самолет сопровождают российские истребители для безопасности. Чтобы груз приземлился в нужном месте, сбрасывать его следует строго определенное время. И постоянно существует угроза нападения на наш самолет. Ведь мы летим на высоте 4000 метров, и у боевиков есть возможность наступ стрелять. Весь полет туда и обратно в среднем занимает два часа. Так было и на этот раз. Достигнув точки сброса, в Ил-76 открыли рампу, и груз на парашютах полетел на землю. Уже через 10 минут платформы благополучно приземлились в заданном районе, где их встретили правительственные войска и перегрузили на машины. Только в провинцию Дейр-Эс-Зор в последние месяцы Россия при помощи сирийских ВВС отправила по воздуху свыше 200 тонн гуманитарной помощи, и еще 400 по земле в другие регионы Сирии. На грузовиках доставят и этот груз из России 50 тонн продуктов и медикаментов, в которых так нуждаются сотни тысяч сирийцев во многих населенных пунктах страны. Александр Батухов, Юрий Шолмов и Гурам Розилов. Первый канал. Сирия.